Привет всем изучающим испанский язык. Сегодняшняя тема будет о цветах на испанском языке. В переводе цвета на испанском языке los colores. Не путайте, пожалуйста, произношение. Всегда четко произносите звук «о», никогда не путайте его с «а». Так, правильное произношение будет «colores». Если вы скажете «colores», это будет означать «жара». Что вы узнаете из-за этого урока? Вы узнаете название цветов на испанском. А также вы научитесь их правильно произносить и правильно писать. Сейчас вы видите на своем экране список цветов. Это, конечно, не все цвета, но самые употребляемые названия цветов на испанском языке. Итак, начнем. «Росадо». «Бланко» – это белый. «Бланко». «Негро» – это черный. «Негро». «Белый» – гриз. «Росадо». «Красный» – «Росадо». «Розовый» – «Росадо». Также вы можете сказать «роса». «Зеленый» – «Перды». «Голубой». «Голубой» и «Синий» – это одно и то же слово. Это «Астуль». Если вы хотите сказать «сомный синий» – это «Астуль оскуру». «Астуль оскуру». «Оранжевый» – «Наранха». «Наранха». Также это слово означает «пельки». «Желтый» – это «Амарио». Обратите внимание, что и краткое в испанском языке образуется при помощи двух «Л». «Коричневый» – это «Марон». «Марон». Также четко произносите двойное «Р». Потому что в испанском она очень такая четкая. «Фиолетовый» – это «Биолетта». «Фиолетовый» – «Биолетта». «Багровый» – темно-красный «Морадо». Также обратите внимание на четкое произношение «О» – «Морадо». «И бежевый» – это «Бэш». «Бежевый» – «Бэш». Это слово иностранного происхождения, поэтому оно произносится совершенно непосредственным правилом. Если вы говорите об оттенках, оттенки в испанском языке будет «Мартистэй». Если вы хотите сказать «тёмный» – это будет «Оскуро». Например, «Осуль» – «Оскуро». «Тёмно-синий». Если вы хотите сказать «светлый» – это будет «кларо». Например, «аррохо» – «кларо» – это «светло-красный». Если вы хотите сказать «насыщенный» или «такой яркий», то вы добавите «Интенсо». Например, «Амариви» – «Интенсо». «Ярко-жёлтый». Если же цвет, наоборот, бледный, вы добавите «Палидо». Например, «Бертипалидо» – «такой светлый» и «бледно-зелёный». Обратите обязательно внимание к слову «Палидо» на «Фильду». Так как ударение «Палидо» не по правилам, на первый слог, то обязательно нужно поставить «Интенсо». Если вы хотите узнать о испанском языке лучше, если вы ищите другие темы, лексические темы испанского языка, то всё это, и в том числе материалы по Испании, про жизнь в этой стране, а также различные фото, видео и статьи про испанские города, вы сможете найти на моём блоге – мой блог lilyandspain.wordpress.com Всю информацию более подробную, пожалуйста, ищите, смотрите на моём блоге, подписывайтесь на мой канал. Если у вас какие-то есть вопросы или вы хотите, чтобы я выпустила определённое видео или я написала статью на определённую тему, также пишите в комментариях, обязательно примуя все ваши комментарии во внимание. Удачи в изучении испанского языка и до скорых встреч! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!